Музыка Определив причины, снижающие скорость чтения, теперь мы поговорим о возможностях ускорения чтения. Речь идет об освоении навыка скорочтения, то есть метода, который позволяет в кратчайший срок усвоить ценную информацию из прочитанного материала. Первым секретом ускорения чтения является концентрация внимания. Вы, наверное, замечали, что интересная книга читается на одном дыхании, гораздо быстрее скучного учебника. Людей, поклощенных чтением интересующей их книги, невозможно отвлечь. Такую способность концентрировать внимание на тексте можно и нужно тренировать. Можно искусственно создавать себе сложные условия. Например, концентрироваться на чтении в момент, когда звучит музыка, разговаривают люди или играют дети. Важно подкреплять концентрацию постоянной мотивации. Она может касаться преимуществ, которые дает вам прочитанный текст. Важное побуждение к чтению – это понимание возможности его практического применения. Второй секрет скорочтения состоит в контролировании скорости чтения. Вы можете, читая книгу, засекать количество страниц в час, а затем стараться побить собственный рекорд. При этом важно помнить о том, что скорость должна постоянно меняться в зависимости от характера текста, его новизны, сложности, практической ценности и тому подобное. Важным секретом ускорения чтения также является подавление артикуляции или проговаривание текста. У большинства людей есть привычка читать текст, проговаривая его про себя. От этой привычки можно избавиться, проговаривая вслух пословицы, стихи, песни, скороговорки, числа. Такое проговаривание читаемого текста максимально неудобное или даже невозможное для читателя. Одним из главных навыков быстрого чтения является способность воспринимать слова как знаки. Нам нет необходимости читать, например, такие слова, как «Библия» или «Кола» по буквам. Мы воспринимаем их как образы, то есть целиком. В детстве ребенку, читающему по слогам, способность взрослых читать быстро кажется чудом. Весь секрет в том, что мы не читаем слово по буквам, а видим слово целиком. Важно не ограничиваться умением видеть одно слово. Целиком можно видеть все предложение, весь абзац или даже всю страницу. Главное этому научиться выработать у себя такой навык. Добиться ускорения чтения текста позволяет нам расширение поля зрения. Этот навык включает в себя умение видеть сразу весь текст в абзаце или на странице. Он позволяет понимать структурные части текста, читать не слева направо, а сверху вниз, или, как говорят, по диагонали. Речь идет о развитии способности угадывать содержание по расплывчатым формам. Например, с помощью так называемых таблиц Шульте. Таблица Шульта состоит из ячеек, где в хаотичном порядке расставлены числа. В нашем примере это таблица 5 на 5 ячеек. Для тренировки зрительных навыков быстрого чтения попробуйте на скорость найти все числа последовательно и засеките время, чтобы узнать, как быстро вы сможете это сделать. Как это делать максимально быстро? Попробуйте смотреть на всю таблицу сразу. Для этого отодвиньтесь от экрана монитора, насколько позволяет вам зрение. Здесь важно сконцентрироваться на центральной ячейке и смотреть при этом на всю таблицу сразу, используя периферийное зрение. Суть упражнения заключается в том, чтобы как можно быстрее найти все числа, не войдя глазами, сфокусировавшись на всех ячейках одновременно. Чтобы увеличить скорость чтения текстов, глаза должны перемещаться только сверху вниз. Этот навык может пригодиться в других случаях, например, при вождении автомобиля. Для приобретения навыка чтения вертикальным движением глаз или по диагонали, необходима определенная практика. Попробуйте читать газеты и журналы с узкими колонками текста сверху вниз, не используя движения глаз слева направо. Для этого также подойдут простые стихи или знакомые тексты из священного писания. Есть еще одно полезное упражнение научиться читать по диагонали. Для его выполнения нужны две полоски бумаги длиной равной высоте книжного листа. С помощью этих полосок необходимо закрыть несколько первых и последних букв в каждой строке страницы. Как показано на рисунке. После этого будет важно понять, какие именно слова закрыты, пытаясь осознать смысл текста и читая на максимальной скорости, как бы скользя глазами по тексту. В рамках скорочтения важно не просто осмысление большого объема информации, но и ее запоминание. По сути, развитие памяти при быстром чтении можно разделить на несколько этапов. На первом этапе происходят краткосрочные запоминания информации. Эмоционально окрашенная информация запоминается лучше. Это связано с большим количеством чувственных ассоциаций, которые помогут ее вспомнить в нужный момент. Интересная книга позволяет читателю погрузиться в нее. Погружение характерно воспроизведением текста в зрительных образах, когда к восприятию привлечены также и другие органы чувств. Таким образом, читаемый текст запоминается лучше. Этап долговременного запоминания прочитанного материала достигается за счет его повторения. В нашем случае этому способствует работа с прочитанной литературой. Например, составление рецензии на книгу или лекции на основе прочитанной литературы. Скорочтение требует от студента способности управления информацией. Читатель, прорабатывая большое количество материала, должен научиться отбирать то, что касается темы его интереса. Сам процесс вычленения требует определенной грамотности и ориентировки в теме. Читая текст, важно фокусироваться на основных фактах и категориях, структурируя их в голове. Можно попробовать пересказать кому-то прочитанное. Важно заранее понимать, что ожидается от текста. Можно составить рубрики, на основе которых вы сможете структурировать и впоследствии воспроизвести прочитанный текст. При быстром чтении можно ориентироваться на абзацы. Так как абзац является законченной смысловой единицей текста, можно предположить, что постановка проблемы в абзаце должна идти в начале. Решение поставленной проблемы следует ожидать ближе к концу абзаца. Обозначенные несколько секретов чтения позволяют сэкономить время, не теряя при этом в качестве усвоения материала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова